Объявление о продаже тюльпанов Елена Гущина увидела в интернете. Говорит, привлекла очень низкая цена. Решила заказать 550 тюльпанов. Заплатила за них больше 13 тысяч рублей. Приехали, заключили договор. Он сказал, 2 числа будет поставка. Но не 2, до 6 числа он просто едут, едут в машины. Всем отписывался, едут. Где едут, неизвестно. 6 числа он отключает телефон. Не выходит вообще ни с кем на связь. 8 числа он перезвонит. Я отдам деньги. Отдам, как только вернусь из Красноярска, уточнил мужчина. Но денег нет до сих пор, сетует Елена Гущина. Жертвой обмана этого человека стали жители и Новосибирска. Выбрал по листочку, получается, по прайсу цветы. Немножко даже сторговался по цене. В итоге внес, общая стоимость должна быть 50 тысяч за 2 тысячи тюльпанов. 50 процентов оплатил, то есть 25 тысяч рублей я ему перевел. У меня был свой поставщик. Просто так получилась ситуация такая, что у него не получилось в этом году привезти. И я вынужден был уже искать других поставщиков. И вот наткнулся на чуваева. Извините, что так получилось. Вот у меня у самого проблемы. Меня тоже кинули. И я типа вас подставила. Извините, что так получилось. Количество пострадавших, сумма ущерба. Установлена ли личность поставщика? На каком этапе расследования данного дела? И каким может быть наказание? Ответы на эти вопросы сегодня готовятся в Главном управлении МВД по Новосибирской области.